Для начала несколько слов об эволюционной медицине. Это теория в медицине, которая основана на эволюционной теории. Это активно разрабатываемая область медицины. И основной ее целью является понимание эволюционных механизмов, связанных с процессом канцерогенеза. Существует журнал «Эволюционная медицина», в котором опубликуются ряд интереснейших исследований. И я представил свою работу для специального выпуска этого журнала, этого издания в прошлом году. В журнале регулярно-эволюционной... Что касается эволюции онкологических заболеваний, мы знаем, что возникновение рака может быть... Имеет под собой эволюционные механизмы. Эволюционная теория способна объяснить очень многие аспекты развития онкологических заболеваний. Развитие опухоли до метастазирования. И была выдвинута несколько лет тому назад гипотеза... Согласно которой, выживаемость при онкологических заболеваниях коррелирует с возрастом пациента. В своем исследовании я проанализировал селекцию. И я сравнил эти гены. На самом деле, эта популяция проживала в районах с очень холодным климатом, на значительных высотах. И она характеризовалась очень высокой заболеваемостью, онкологическими заболеваниями. Таким образом, канцероассоциированные гены подвергаются селекции. Большинство из селицируемых генов представляют собой цитокены. И в ряде случаев наличие таких генов позволяло млекопытающим выживать в горных районах. Кроме того, существует факт, малоизвестный факт, о том, что некоторые гены являются гомологичным опухолеподавляющим геном, супрессором опухоли. И они позволяют организму выживать в экстремальных условиях, в ситуациях голода. И, в принципе, я обнаружил линейную регрессию между количеством случаев рака и наличием. данных генов в этой популяции. Недавнее исследование, проведенное в США, продемонстрировало аналогичные результаты. Географические регионы в США с высокими температурами, с низкими температурами связаны с растущей заболеваемостью, онкологическими заболеваниями. И исходные данные были получены для скандинавского полуострова, где также низкие температуры были ассоциированы с повышением заболеваемости, онкологическими заболеваниями. Эти моменты я обсуждал в своей статье в журнале «Эволюционная онкология». Разумеется, существуют и другие объяснения этому феномену, но «Эволюционная теория», как мне кажется, в состоянии дать нам очень интересную перспективу, очень интересный ракурс на это явление. Наши наблюдения показывают, что в Гренландии довольно высокий уровень самоубийств. Интересно, что ген, который отвечает за суицидальную идеацию, очень часто ассоциирован с повышенной подверженностью онкологическим заболеваниям. И различие здесь было очень значимым на материале анализа с применением релинейной регрессии. В ряде публикаций недавнего происхождения была продемонстрирована значимость онкогенов в эволюционном развитии. Кроме того, существует ряд исследований, которые демонстрируют, почему некоторые биологические виды имеют очень низкую подверженность онкологическим заболеваниям. Например, раковые опухоли очень редко встречаются у слонов. И надо сказать, что очень интересно, такой вид, как голый землекоп, также имеет очень низкую подверженность раковым опухолям. Данные исследований демонстрируют, что наличие онкогенов в целом ряде популяций связано с продолжительностью жизни. И мы сопоставили несколько видов с очень медленным темпом эволюции, с очень быстрым темпом эволюции. И, надо сказать, быстро развивающиеся виды характеризовались более высокой подверженностью онкологическим заболеваниям, были более склонны к новообразованиям по сравнению с биологическими видами, где эволюционное развитие имеет более медленный темп. Кроме того, я опубликовал очень интересное исследование у популяции, выживавшей в экстремальных условиях. Исследование было сделано на хордовых. В настоящий момент я работаю с таким видом, как Данио, рыбка-зебра, так называемый, или дамский чулок. И мои эксперименты с данным видом рыбы, в основном связаны с исследованием иммуносупрессорных генов. И экспрессия этих генов, надо сказать, снижается при очень экстремальных условиях, такие как низкие температуры или голод. И эти исследования довольно активно развиваются на нашем факультете. Мы экспериментируем с личинками. И мы исследовали этих рыбок в разных лабораторных условиях. И мне хотелось бы заключить свое выступление. По моему мнению, высокая подверженность новообразованиям сигнализирует о высоком эволюционном потенциале, о высоком темпе развития эволюции, эволюционном развитии. Однако, разумеется, нужны дополнительные данные для того, чтобы подтвердить это предположение. И я верю, что в биологии явление может иметь смысл только в той мере, в которой оно может освещать проблемы эволюционного развития. Субтитры создавал DimaTorzok